В 1937 году выпустил в Англии книгу «Россия. Год 1917. Февральская революция». Он коснулся и масонов, но писать о них оказалось необычайно сложно. И вот почему объяснил Котков. Роль, сыгранная политическим франкмасонством в подготовке Февральской революции, до самого последнего времени сохранялась в величайшем секрете всеми заинтересованными лицами. Историки, в свою очередь, в основном отмахивались от этой проблемы, полагая, что установить что-либо в точности трудно, да и существует масса фальшивок. Все это эффективно предотвратило возможность обычной исследовательской работы в важной сфере тайной политической деятельности. По всей вероятности, наилучший, да и единственно возможный исход судят по фактам. История России в Первой мировой войне убеждает, что российские толстосумы отнюдь не были так неорганизованы, как представители царской бюрократии. Страница 105. «Это не была бы революция, это был бы тот ужасный русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Это была бы бакханалия черни, какова бы ни была власть, куда или хороша. Но сейчас твердая власть необходима более, чем когда-либо», писал Милюков. «Опыт был достаточен, чтобы снять с революции как таковой ее ореол и разрушить в моих глазах ее мистику. Я знал, что там не мое место». По компетентной оценке информаторов охранки, действительными инициаторами блока были лидеры прогрессистов Ефремов, Коновалов. Предоставив Милюкову красоваться на трибуне, они взяли на себя организаторскую сторону дела. С ними трудился по существу второй человек партии кадетов после Милюкова, Некрасов. Он смотрел в корень дела. Кадеты должны торопиться к тому, чтобы взять на себя всю власть и всю ответственность. Преждевременно восклицали след за Милюковым кадеты. Лишь посвященные могли понять решительное настояние Некрасова в июле 1915 года. «Страна возбуждена безмерно. Только совсем новая организация может нас спасти». Были склонны полагать, что речь идет о прогрессивном блоке. Но никто, включая охранку, не знал, что трое главных архитекторов блока Ефремов, Коновалов и Некрасов – масоны. Они трудились, организуя верхушку буржуазных партий под вывеской блока. В конечном счете в него вошли кадеты, прогрессисты, октябристы, помещичи фракции Центра и прогрессивные националисты. К блоку примкнула академическая, кадетско-прогрессистская группа и группа Центра, октябристы и правее их, Государственного Совета. Прогрессивный блок масонства объединило около 300 человек или более двух третий Государственной Думы. Яхонтов, помощник управляющего по делам Совета Министров, описывает выступления Поливанова, преемника Сухомлинова, военного министра, и Гучкова, любимца «общественности» в кавычках, кривошея надежды либералов, а впоследствии – главы правительства Уврангеля. Создают панику, не дают снаряды на фронт, готовят народное мнение против царя. Царя вынудили взять командование в свои руки. Это дело масонов. Когда кабинет узнал об этом, то сначала онемел, а потом буквально взвыл. Эти люди не были отмечены великими интеллектуальными достоинствами. В империи не нужно было иметь ум, чтобы быть начальством, но нужен был ум, чтобы им стать. Со своей точки зрения, тертые люди, какими были министры, связавшие собственное благополучие с троном, без труда усмотрели, что в результате решения монарха перед ними разверзнется пропасть. Созонов воскликнул, услышав о решении царя. У меня какой-то хаос в голове делается. В какую бездну толкается Россия? Кривошеин завопил. Надо протестовать, умолять, настаивать, просить, словом использовать все доступные нам способы, чтобы удержать его величество от бесповоротного шага. Народ давно считает государя царем несчастливым, незадачливым. Радзянко, прослышав о назревавших событиях, бросился в Мариинский дворец, вытащил с заседания Горемыкина и объявил, что уже написал царю, «Неужели, государь, неясно, что вы добровольно отдадите вашу неприкосновенную особу на суд народа, а это и есть гибель России?» Впрочем, разобраться в происходившем было невозможно. «Не понимаю, чего добивается Поливанов», писал Яхонтов. «Он всех науськивает и против великого князя, и против принятия командования государем, и против Ивана Логина и Чагаремыкина. Оставим поэтому их интриги и ожесточенные сплоки. Обратимся к элементарной логике». Развивалась кампания компрометации власти. Выдвижение на первую линию огня Николая Второго, на первую линию огня критики, было необходимым предварительным условием для ее успеха. Отсюда следовало, что взятие им функций верховного главнокомандующего было совершенно обязательно с точки зрения тех, кто направлял эту кампанию. Они действовали осмотрительно, заметая следы, а в сущности не оставили царю иного выхода. Коллективное всеподданнейшее письмо всех министров, за исключением Гаремыкина и министра юстиции Хвостова, направленное в эти дни, могло только укрепить Николая Второго в самых худших подозрениях. Министры просили его, дабы предотвратить «тяжелые последствия» для России и генназии, отказаться от своего намерения, оставив верховным главнокомандующим Николая Николаевича. Почти одновременно с письмом министров царю был вручен поразительный документ «Доклад членов военно-морской комиссии Государственной Думы», подписанный председателем комиссии кадетом Шенгаревым и восьмью другими членами Думы, включая Шульгина и Ефремова. Доклад был пронизан мыслью «общественность» должна взять в свои руки обеспечение войны. Император Николай Второй, прочитав доклад, имел полное право сделать логический вывод о том, что русские общественные круги желают, чтобы монарх в своем лице совместил управление страной и Верховное Главнокомандование. И еще одно. Доклад был составлен и подан по наущению Поливанова. Глупец Радзянко, устроивший истерику в Мариинском дворце, не понимал, что делали в Думе под самым его носом. Николай Второй легкомысленно вошел в подготовленную для него ловушку. Современники отметили единодушно реакцию обывателя. Царь поехал на фронт, быть беде. 3 сентября 1915 года царь разогнал Думу, прознав, что она стокнулась с прогрессивным блоком. Несостоявшиеся революционеры в кавычках забили отбой. Им было настоятельно необходимо заверить власть в своей благонадежности и в то же время не потерять лист в стране, сказав, что они не оставили своих намерений. 27 сентября 1915 года русские ведомости напечатали фильетон аллегорию. Трагическое положение В.А. Маклакова, совсем недавно названного будущим министром юстиции, и, отмечает Котков, тесно связанного с масонами, «Вы несетесь на автомобиле по крутой и узкой дороге», внушал Маклаков. «Один неверный шаг, и вы безвозвратно погибли. В автомобиле близкие люди, родная мать ваша, и вдруг вы видите, что шофер править не может. К счастью, в автомобиле есть люди, которые умеют править машиной. Им надо поскорее взяться за руль. Но задача пересесть на полном ходу нелегка и опасна. Одна секунда без управления и автомобиль будет в пропасти. Однако выбора нет. Вы едете на идете на это, но сам шофер не идет от того ли, что он ослеп или не видит, что слаб и не соображает из профессионального самолюбия и упрямства. Но он сцепко ухватился за руль и никого не пускает. Что делать в такие минуты? Заставить его насильно уступить его место? Как бы вы ни были ловки и сильны, в его руках фактически руль. И один неверный поворот или неловкое движение этой руки и машина погибла. Вы знаете это, но и он тоже знает, и он смеется над вашей тревогой и вашим бесстилием. Не посмеете тронуть. Он прав. Вы не посмеете тронуть, если бы даже страх или негодование вас так охватили, что забыв об опасности, забыв о себе, вы решили с силой схватить руль. пусть оба погибнем. Вы остановитесь, но речь идет не только о вас, вы везете с собой свою мать, ведь вы ее погубите вместе с собой, сами погубите, и вы себя сдерживаете. Вы отложите счеты с шофером до того времени, когда минует опасность. Вы оставите руль у шофера, более того, вы постараетесь ему не помешать, будете даже советом, указанием содействовать. Вы будете правы, так и нужно сделать. Но что вы будете делать, испытывать при мысли, что ваша сдержанность может все-таки не привести ни к чему, что даже с вашей помощью шофер не управится? Что будете вы предпринимать, если ваша мать при виде опасности будет просить вас о помощи, не понимая вашего поведения, обвинит вас без действия и равнодушия? Что до руководителей прогрессивного блока, то они сделали надвижастие вывода. Оттеснить версии не удалось. С разгоном Думы выявилась ясная оппозиция монархии крепостников, помещиков не отдать России либеральной буржуазии. Ленин полно собрание сочинений том 27 страница 28 начиск в лоб не удался. Необходимо прибегнуть к обходным путям. Для этого уже существовали сверхдостаточные возможности, как и благовидный предлог веления эффективного ведения вооруженной борьбы. масоны гнали Россию к пропасти революции. Но чтобы натравить людей друг на друга, вначале нужно было пошатнуть веру в царя, обескровить армию, перегнать золотой фонд России в банки евреев в другие страны. За три года войны, писал Барсуков, Россия выдала заказов одной только Америке на 1 миллиард 800 миллионов рублей золотом и при том без достаточно положительных для себя результатов. Главным образом за счет русского золота выросла в Америке военная промышленность громадного масштаба, тогда как до мировой войны американская военная индустрия была лишь в зачаточном состоянии. Исполинская же гора военно-промышленного комитета родила мышь. В середине ноября 1915 года Маняковский в письме в новое время засвидетельствовал, что от военно-промышленных комитетов не получено ни одного снаряда. Отсюда в высшей степени сложная тактика буржуазии и ее партии, имевшая в виду создать затруднения царизму в ведении войны. Расхожее положение «чем хуже, тем лучше» становилось рабочей доктриной буржуазии. Страница 126 книги Яковлева 1 августа 1914 Помимо психологических причин образно описанных Маняковским в деле артиллерийского снабжения хозяйничали чьи-то незримые руки. Кто-то был заинтересован в том, чтобы императорская армия терпела поражение из-за нехватки снарядов, в то время как тыловые склады забивались ими до предела. Не в ожидании ли того времени, когда в бой пойдет армия буржуазной России. Едва ли смелое допущение. Нехватка патронов на фронте относится за счет тех же таинственных причин, как и нехватка снаряда. Нехватка ресурсов не была причиной того, что якобы страна исчерпала все, а явилась следствием умышленно соперниками создаваемого хаоса. Агитационная и пропагандистская работа большевиков строилась на научной базе марксизма-ленинизма. Эти люди имели широкие возможности и практически неограниченные средства для систематической компрометации династии и внешне убедительное объяснение своей деятельности. Они депикутся только и исключительно об интересах народа в кавычках. На деле главным и единственным побудительным мотивом этой кампании была ненасыстная жажда власти. ...построено у нас в России таким образом, что только рабочие, только трудящие сотрудщики, исключая эксплуататоров, заставляют массовые агентации и советы и эти советы передаются даже удачную власть. Вот почему так не кричит на Россию представители бухгарии во всех странах обещают в мире снова совет стало не только понятным, стало популярным, стало любимым заработать для всех служителей. ... ... ... ... ... Все эти союзы различных оттенков, различных стремлений были единодушны к поставленной задаче свалить существующий режим во что бы то ни стало. И для этого многие из этих союзников признали в свою тактику, что цель оправдывает средства. А потому для достижения поставленной цели не брезговали никакими приемами, в особенности же заведомой ложью, распускаемой в прессе. Пресса совсем и залгалась. Фабрика слухов и сплетен бесперебойно функционировала до 1914 года, усилила свою работу с началом войны. Поражение на фронтах подкидывали пищу чернильным гиенам, обосновавшимся в редакциях буржуазных газет. К 1916 году организаторы этой компании добились значительных успехов. Немало людей начали смотреть на происходившее в Петрограде, а следовательно и на ход войны их в скобках масонов глазами. В России началась истерическая кампания шпиономании. Руководитель австрийской разведки Ронге много лет спустя после окончания войны писал «Русское шпионоискательство принимало своеобразные формы. Лица, которые были ими арестованы и осуждены, как, например, жандармский полковник Мясоедов, Альт Шулер, Розенберг, председатель Ревельской военной судостроительной верфи, статсекретарь Шпан, военный министр Сухомлинов и другие не имели связи ни с нашей, ни с германской разведывательной службой. Чем хуже было положение русских на фронте, тем чаще и громче раздавался в армии крик «Предательство». Страница 151 Накануне открытия Земского съезда в Москве в сентябре 1915 года в доме Телнакова состоялось негласное сборище лидеров недавнего прогрессивного блока, на котором присутствовал Львов, Гучков, Милюков, Шингарев, Коновалов и другие. На тайном толковище было сделано великое открытие. Правительство находится во власти «черного блока» в кавычках. Стоящие за ними темные силы спят и видят сепаратный мир с кайзером. Черным блоком масоны называли поддерживающих царя. Отныне, вплоть до февральской революции, борьба против черного блока стала их знаменем. Но еще Ленин говорил, что царизм не мог встать на путь сепаратных сделок договора с Германией. Том 30 страница 243. Лидеры масонов, поднявшие крик по поводу черного блока, конечно, не верили в его существование. Под прикрытием дымовой завесы инсинуации в адрес темных сил, то есть против монархистов, масоны собирали собственные силы, в ее представлении светлые. Работа шла по многим направлениям, но высказывает мнение мельгунов, масонская ячейка и была связывающим как бы звеном между отдельными группами заговорщиков с той закулисной дирижерской палочкой, которая пыталась управлять событиями. неслыханную энергию развивает Некрасов, который шмыряет повсюду, убеждая создать некую национальную организацию для напора на правительство. В дополнение к земским и городским союзам, настаивает он, нужно учредить союзы рабочих, промышленников, крестьян, кооперативов. Надо всю Россию покрыть сиротийскими союзами, фуммируют информаторы. Охранки сущность его горячих речей. Во главе организации должен стать, говорил Некрасов, союз союзов. Вот и профсоюзы, плод масонских происков. Удлиненная рука партии вовлекла в свои ряды толпы верующих, не разобравшимся, что есть профсоюзы. Страница 155-я. Корреспондент приставки Лемке записывает «Очевидно, что-то зреет. Алексеев долго не выдержит своей роли. Что-то у него есть связывающее с генералом Крымовым именно на почве политической, хотя и очень скрываемой деятельности. По некоторым обмолвкам Пустовойтенко, генерал-квартирмейстер вставки. Видно, что между Гучковым, Коноваловым, Крымовым и Алексеевым зреет какая-то конспирация, какой-то заговор, которому не чужд еще кто-то». Полковник царской армии Балабин рассказывал, «Во время во время беседы с Алексеевым мы говорили о том, что все это приведет к новой революции и закончится гибелью государства. Мы считали, что выходом из положения мог бы быть дворцовый переворот». И слезы погибла Россия Плутыли. Погибла Россия Плутыли. «У Николая нужно силой вырвать отречение от престола». Полковник несомненно входил в ядро той заговорщической группы ячейки, которую создавали в армии Гучков и иные. Бездумным назначением министров вроде святочного деда Штюрмера доводили страну до бешенства. И кому охота, кому это нужно было доводить людей до иступления? Что это, нарочно что ли делалось? Задавал риторический вопрос преданный трону Шульгин. Военные расходы России за войну составляли февраль 1917 года 29,6 миллиарда рублей. Малая эффективность помощи союзников объяснялась прежде всего тем, что русские военные заказы рассматривались в странах Антанты и Соединенных Штатов как досадная помеха. Западные промышленники рассматривали русские заказы как средства наживы. В 1922 году советская делегация на международной экономической конференции в Генуи оценила ущерб нанесенной России в результате невыполнения союзниками своих обязательств в области материально-технической помощи в 3 миллиарда рублей. А на фронтах положение приказ удержаться, войска стоят под огнем по коленам в воде и чтобы хоть немного передохнуть складывают трупы немцев и на них садятся так как окопы полны воды. В апреле в Россию явились деятели второго интернационала министр Тома и социал-шовинист Виви Вани они завели старую песню просили 400 тысяч русских солдат Тома быстро нашел общий язык с буржуазией с масонами Председатель Государственной Думы Родзянко считавший себя патриотом шельмовал русскую армию одержавшую в 16 году победы не имевшая себе равных в лагере Антанты до тех пор в документе проглядывает мысль все будет хорошо только при иных у власти при масонах буржуазия то есть масоны наглела на глазах они уверяли что смогут делать все по-иному и много лучше на деле они оказались способны только на разрушительную критику страница 182 Алексеев вынашивал собственные планы 28 июня 1916 года он подал Николаю второму докладную записку с предложением назначить для общеимператорского управления диктатора царь отшатнулся перед такой перспективой а инициативу Алексеева надолго запомнили руководители общественности в кавычках Родзянко писал Гучкову генерал Алексеев настаивал определенно на немедленном введении диктатуры изворотливый Гучков решил немытьем так катанием изобразить Алексеева если не соучастником деяний общественности то есть масонов то по крайней мере симпатизирующим ей опубликовав одного из писем в котором он писал я уже не говорю что нас ждет после войны надвигается потоп и жалкая дряная слякотная власть готовится встретить этот катаклизм мерами которыми ограждают себя от проливного дождя надевают галоши и открывают зонтик царица немедленно переслала Николаю второму документы приписав сурово предупреди старика Алексеева в отношении этой переписки которая рассчитана на то чтобы потрясти его очевидно что паук гучков и поливанов оплетают паутина Алексеева нужно открыть ему глаза и освободить его ты можешь спасти его пишет императрица к осени 1916 года кадеты и прогрессисты сочли что тактика параллельных действий как называл ее Милюков недостаточно до тех пор они высказывались за то чтобы сохранять к правительству положение спутников посаженных в одно и то же купе но избегающих знакомства друг с другом это означало что те кто причислял себя к прогрессивному блоку не требуя отставки правительства штюрмера стремились проводить в думе законы намеченные в программе блока последовала неизбежная внутренняя грызня блок заскрепел а за кулисами шли негласные переговоры кого включить в состав будущего правительства еще 6 апреля 1916 года на квартире Прокоповича и Кусковой было приведено тайное совещание представителей кадетов октябристов и левых партий меньшевиков и эсеров с изменениями Родзянков взамен Львова и выведены трое либеральных царских министров был воспроизведен список опубликованный в августе 1915 года планировалось правительство поголовно состоящее из кадетов и октябристов что поддерживали меньшевики и эсеры сидевшие на сборище более всего удивило Милюкова то что в правительстве планировалось ввести Терещенко на взгляд профессиональных политиков обходительный молодой человек театрал и меломан никак не соответствовал намеченному для него посту министра финансов но Терещенко после февраля 1917 года стал министром кабинет определенный на совещании 6 апреля 1916 года значаем у супругов Прокоповича и Кусковой встал у власти после февральской революции только пополненной от фракции трудовиков Керенским и меньшевиком Чхиидзе что же объединяло этих людей принадлежавших к разным партиям высокомерный Милюков не разглядел и не понял что перед ним были руководители масонской организации они собрали это совещание и наметили кандидатуры почти поголовной своей среды по этой линии шло поразившее Милюково сотрудничество представителей меньшевиков и эсеров принадлежавших к масонам с буржуазными деятелями которых они публично поносили но втайне обнимали как браки правительство было намечено дело оставалось за малым поставить его у власти а для этого необходимо для начала свалить штюрмера милюкову 192 кампания начатая буржуазии о сепаратном мире как и другие надуманные утверждения имела ввиду не заботу о судьбах России а диктовалась своей корыстными интересами капитала свалить соперников одновременно предотвратив революционный подъем масс страница 198 остается добавить немногое имя генерала Маняковского всегда открывало список военных входивших в масонскую организацию по обыкновению министерства не могли с собой сговориться интендантство заказывало железные дороги привозили а сохранять было негде на рынок же пускать не разрешалось это было так же нелепо как и многое другое точно сговорились все делать во вред России писал Родзянко тут вероятно Родзянко подошел к истине одним головотяпством чиновников объяснить происходившее было невозможно буржуазия и ее агенты масоны не дремали словесные нападки на режим они подкрепляли делом способствовали созданию к началу 17 года серьезного продовольственного кризиса разве не прослеживала синхронность с начала ноября резкие нападки в думе и тут же крах продовольственного снабжения на совещании вставки командующий северным фронтом генерал Рудский недоумевал общее мнение таково что у нас есть все только нельзя получить помощник главного интенданта генерал Богатко констатировал вследствие нарушения правильного транспорта нельзя было подать топливо сырье вывести заготовленные предметы снабжения и так далее все это вызывало недостаток предметов первой необходимости в стране дороговизну то что царскому генералу представлялось как нераспорядительность на деле было саботажем буржуазии масонства политическим продолжением ее тактики чем хуже тем лучше трудно сказать скорбя или втайне торжествуя подводил итоги проделанной в этом направлении работы первый министр земледелия временного правительства кадет Шингарев заявивший что к началу марта 1917 года были минуты когда оставалось хлеба на несколько дней в Петрограде и в Москве и были участки фронта с сотнями тысяч солдат где запасов хлеба оставалось на полдня при допросе следственной комиссии временного правительства Протопопов бывший министр внутренних дел говорил для революционных действий идущих против старого строя нет более удобных путей как экономическая борьба то есть путь чтобы еще более расстроить кровообращение страны вселяя недовольство и доводя его до сильнейшего состояния пока не произойдет взрыв этот ужас но припестите Тайные зачинатели этого образа действий, преследовавшие узкую цель воцарения у власти, не видели, что сеяли бурю. Они поднимали самые широкие массы народа, измученного войной не только против царизма, но и буржуазии. Безошибочный классовый инстинкт народа указывал, в бедствиях, через которые проходит страна, виноват весь правящий класс. Никто иной, как Керенский, в статье «Короткая память» еще в 1920 году признал. Да, цензовая Россия опоздала своевременным переворотом сверху, о котором так много говорили и к которому так много готовились, то есть к переходу всей власти к масонам. Опоздала предотвратить стихийный взрыв государства, не царизма только, а именно всего государства, государственного механизма. И нам всем вместе, демократии и буржуазии, пришлось наспех, среди дьявольского урагана войны и анархии, налаживать какой-то самый первобытный аппарат власти. Было несколько вариантов лишить власти царя, хотя многое точно установить невозможно. Главное ясное, в последние недели самодержавия на него сделали ставку масоны. По их линии, несомненно, были объединены оба заговора, Гучковский и Львовский. Было отдано предпочтение первому. Образовались конспиративные комитеты. Когда в эмиграции в 20-е годы Милюков узнал об этом, он написал, «Это сообщение является для меня, к моему стыду, как историка революции, совершенно неожиданным». Впредь, до более авторитетного подтверждения, я остерегусь вносить этот факт в текст моей истории. Страница 219. Те, кто входил в масонскую организацию, горой стали за дворцовый переворот. Они двигали заговор только в этом направлении. Меньшевики Хиидзи, Щенкели, Скобелев, а также Керенские, все масоны, одобрили этот образ действия и ради его успеха делали все зависевшее от них, чтобы парализовать развитие массового движения в стране. Хатисов перед поездкой на Кавказ к Николаю Николаевичу получил наказ еще от Хиидзи передать Жордане и другим меньшевикам, всеми силами удерживать рабочих от выступлений. Вероятно, в этом разгазка испуга в Хиидзи, подмеченного Милюковым перед солдатским бунтом в первые дни февральской революции. Для Хиидзи, сжившегося с мыслью, что все решит дворцовый переворот, приход революции был крушением сокровенных надежд. Методы, которые масоны хотели применить при управлении страной, произвели впечатление на Станкевича, впоследствии комиссар Временного правительства приставки. В конце января месяца, говорил он, мне пришлось в очень интимном кружке встретиться с Керенским. Речь шла о возможностях дворцового переворота. К возможностям народного выступления все относились определенно отрицательно, боясь, что раз вызванное народное массовое движение может попасть в крайне левое русло, и это создаст чрезвычайные трудности в ведении войны. Даже вопрос о переходе к конституционному режиму вызывал серьезные опасения и убеждение, что новой власти нельзя будет обойтись без суровых мер для поддержания порядка и недопущения пораженческой пропаганды. Шульгин вспоминает, мы способны были в крайнем случае безболезненно пересесть с депутатских скамей в министерские кресла при условии, что императорский караул охранял нас. Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью этого обвала у нас кружилась голова и немело сердца. Вероятно, так представлялось дело непосвященным. Но бок о бок с ними были те, кто знал. Русские масоны. Они отделывались общими фразами на многолюдных сборищах и неукоснительно хранили тайну своих планов. Нет сомнения, что только они, правящие верхушки России, выступали сплоченной ячейкой, имея достаточно четкий проработанный замысел. Вот что означают слова Ленина. Есть такая партия. Масоны вели дело к упорядоченному в их понимании переходу власти в руки буржуазии в форме только военной диктатуры или, если угодно, хунты, естественно, не связанной никакими законами. Кого же планировали масоны поставить во главе хунты? Вспомним, писал Мельгунов, что Хатисов должен был указать на сочувствие заговору генерала Манековского. И со стороны именно Некрасова несколько неожиданно для левого кадета в частном заседании Государственной Думы в полуциркульном зале 27 февраля было сделано по свидетельству Шедловского предложения о временной диктатуре и вручении власти популярному генералу, имя которого и назвал Некрасов. Это был генерал Манековский. Хунте не суждено было утвердиться в власти, а товарищ военного министра Манековский не сел в кресло военного диктатора, уготованное ему той частью правящих деятелей, которые именовали себя масонами. Революционный взрыв обогнал график их тайной работы. В тот день, 27 февраля, когда Петроград был в руках восставших масс, предложение Некрасова о введении военной диктатуры, по словам Елюкова, было неудобным. В переводе с думского жаргона это означало новое обострение революционной борьбы, острие которой неизбежно обратиться против буржуазии, прокрадывавшейся к власти. Гучков вещал, революция, к сожалению, произошла слишком рано. Дворцовый переворот, который должен был опередить весеннее наступление русской армии, был спланирован гучковцами на середину марта. В эмиграции, в вихре обвинений и контробвинений экс-политиков Гучков утверждал, «Сделано было много для того, чтобы быть повешенным, но мало для реального осуществления, ибо никого из крупных военных к заговору привлечь не удалось». Это, конечно, неверно. А Манековский... Ленин указывал, что непосредственными участниками заговора была часть генералитета и ажицерского состава армии и петербургского гарнизона, том 31, страница 16. Размышляя на склоне лет о причинах провала планов контрреволюции в 17-м году, Милюков писал о положении царизма и буржуазии в канун февральской революции. Обе стороны, вступившие в открытую борьбу, к чему-то готовились. Но это что-то оставалось где-то за спущенной завесой истории, и ни одна сторона не проявила достаточно организованности и воли, чтобы первой поднять завесу. В результате случилось что-то третье, чего именно в этой определенной форме не ожидал никто, что получило немедленно название «Начало Великой Русской Революции». Война по выражению Ленина в огромных размерах ускорила ход истории, и на одном из ее крутых поворотов телега, залитой кровью и грязью романовской монархии, могла опрокинуться сразу. Там же страница 13-я. Исследуя причины скорой победы февральской революции, Ленин подчеркнул, что в силу чрезвычайно оригинальной исторической ситуации слились вместе и замечательно дружно слились совершенно различные потоки, совершенно разнородные классовые интересы, совершенно противоположные политические и социальные стремления. Том 31, страница 16. Меч революции поразил Гадину в тот самый момент, когда она только становилась на ноги. Ныне носителей чудовищных планов, пожалуй, почти не осталось в живых. И если есть необходимость вернуться к этой в общем решенной проблеме, то только по одной причине пролить свет на значение русского масонства и те изощренные методы, которыми эта сверхорганизация попыталась замаскировать свои следы. Так пишут сегодняшние масоны, чтобы отмежеваться от тех, которые передали им власть. Он был умным и даже талантливым человеком, Николай Виссарионович Некрасов, только отдал свои незаурядные способности служению злу. В десятилетие, предшествовавшее 1917 году, от него и падает вся политическая деятельность Некрасова, незримая рука высоко вознесла его по причинам, которых не понимали даже те, чье дело он отстаивал. 28-летний профессор кафедры статики мостов и сооружений Томского политехнического института Некрасов в 1908 году прошел депутатом в Государственную думу от кадетов. Генерал-губернатором Зинляндии застала его Октябрьская революция. В 30-е годы он дополнил предысторию уже тогда давних лет колоритным рассказом о масонах, причем утверждал, что никого из оставшихся в живых масонов он не помнит. Едва ли он был искренен. Вспомним тревоги престарелого Керенского и Кусковой после выхода мемуаров Милюкова спустя почти 20 лет. В рассуждениях Некрасова в 30-е годы картина верхов накануне и во время февральской революции претерпела метаморфозу. То, что представлялось сцеплением случайности приобрело форму заговора, хотя, может быть, он переоценивал роль масонов вообще. «Я был принят масонство», писал Некрасов в 1908 году ложей под председательством графа Орлова Давыдова на квартире профессора Ковалевского. Ложа эта принадлежала к политической ветве масонства и была первоначально французской ложей Гран-Брин-де-Франс. Но уже с 1910 года отделилась и прервала связи с заграницей, образовав свою организацию масонства народов России. В 1909 году для аксистки новой организации от опасных по связям с царским правительством и просто нечистоплотных морально людей организация была объявлена распущенной и возобновила свою работу уже без этих элементов. князь Бибутов Маргулиес впоследствии глава Белого Северо-Западного правительства. Новая организация была строго конспиративна. Она строилась по ложам 10-12 человек и во главе стоял Верховный Совет, выбиравшийся на съезде сайным голосованием, состав которого был известен лишь трем особо доверенным счетчикам. председателем ложь был известен только секретарь Верховного Совета. Таким секретарем был я в течение 1910-1916 года, пишет Некрасов. Масонство имело устав, даже печатные, но он был зашифрован в особой книжке «Итальянские угольщики 18-го столетия», издание Семенова. Масонство народов России сразу поставило себе боевую политическую задачу – бороться за освобождение Родины и за закрепление этого освобождения. Имелось в виду не допустить при революции повторения ошибок 1905-го года, когда прогрессивная сила раскололись и царское правительство легко их по частям разбило. За численностью организации не гнались, но подбирали людей морально и политически чистых, а кроме и больше того, пользующихся политическим влиянием и властью. По моим подсчетам, ко времени февральской революции масонство имело всего 300-350 членов, но среди них было много влиятельных людей. показательно, что в составе первого временного правительства оказалось три масона Керенский, Некрасов и Коновалов. Иисус, О, мы подлимем dois-то и смело, вамя поймите на работе я делу, намя ленивки подвожить всех нахозов, получили за свестую свободу, слабой слабой, я Масоны оказались во всех организациях, участвовавших в формировании правительства. Масонство было надпартийным, то есть в него входили представители разнообразных политических партий, но они давали обязательство ставить директивы масонства выше партийных. Народнические группы были представлены Керенским, Демьяновым, Переверзевым, Седамом, Эйстовым, исключен в 2012 году ввиду подозрений в связи с Азефовщиной. Меньшевики и близкие к ним группы имели Сиидзе, Гагичкоре, Щенгелия, Прокоповича, Кускову. Среди кадетов были Некрасов, Колюбяка, Степанов, Волков и много других. Среди прогрессистов отмечу Ефремова, Коновалова, Орлова, Давыдова. Особенно сильной была организация на Украине, где ее возглавляли барон Шенгельц, Григорович Борский, Василенко, Писаржевский и ряд других видных имен до Грушевского включительно. Субтитры создавал DimaTorzok В первые дни февральской революции масонство сыграло роль, когда оно помогло объединению прогрессивных сил под знаменем революции. В момент начала февральской революции тем масонам был дан приказ немедленно встать в ряды защитников нового правительства, сперва Временного комитета Государственной Думы, а затем Временного правительства. Во всех переговорах об организации власти масоны играли закулисную, но видную роль. Прозже, как я уже указывал выше, начались политические и социальные разногласия, и организация распалась. Допускаю, однако, что взявшее в ней вверх правое крыло продолжало работу, но очистилось от левых элементов, в том числе от меня, объявив нам о прекращении работы, так как к этому приему мы и раньше прибегали. Некрасов еще и еще раз подчеркивал сверхконспиративный характер организации. Он указал, что многие попытки проникнуть в нее пресекались с порога. Так Некрасов рассказал о стремлении польских масонов связаться с русскими и заключил, но мы на это не пошли, так как он, представитель польских масонов, был связан с французскими масонами, среди которых было много агентов охранки. Масоны всех степеней и градусов, рвавшиеся к установлению в России автократии, были последовательными противниками большевиков. Антибольшевистская платформа объединила все российские масонские ложи, независимо от того, входили они в организацию, возглавлявшуюся Некрасовым и другими, или нет. Заметим, что антибольшевизм сплотил в единое целое все буржуазные партии, несмотря на различия во взглядах и целях. Один из членов масонской ложи спустя много лет припомнил, припоминал, большинство существовавших в России, по крайней мере в Петербурге, масонских организаций, в сущности представляли собой филиальные отделения французских орденов и в той или иной степени ориентировались на национальную французскую ложу Великий Восток, организованную, тесно связанную с правительством и деловыми кругами Франции. Мы находим масонов в чудовищном клубке антибольшевистских заговоров до октября 1917 года. Они активнейшие участники антисоветских организаций после Октябрьской революции. Но кто может пролить свет на все это из живущих? Значит, снова нужно обратиться к живой истории, к Шульгину. Июнь 1974 года. Автор в чистенькой квартире Шульгина во Владимире. 96-летний Шульгин Водор, тверд в памяти. Василий Витальевич, понимаю, надоел. Один только вопрос, последний. Что вы знаете о масонах? Знаю, хотя не очень много. А почему вы заинтересовались? Книжку написал. Мне кажется, что Некрасов сверховодил у них. Николай Виссарионович. Не думаю, чтобы он был главным. Вы бы занялись Маклаковым. Не Николаем Алексеевичем, а братом его, Василием Алексеевичем. Он был масоном высоких степеней. Гостил я у него в эмиграции в 20-е годы. Он мне рассказывал, что организация была серьезная. Очень серьезная. Не в зарубежье, конечно, а на родине. Чего же они... Тайна беззакония в действии. Масонство. Часть третья. Раскуйте, народы. Нотрепестите. Изнимайте все остальные земли. Вооружайтесь. Нотрепестите. Нотрепестите. Григорий. Помышляйте, народы. Но они ручутся. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Он всегда будет мраком! Исайя 8.22 Стоит ли заниматься дальше масонами? Очень стоит! Только трудно! Они таились! А организация была весьма серьезная! Скажите, прав ли я, когда считаю, что в правившем лагере за кулицами четко обнаружились тенденции к правой автократии? Подумал, пожевал бескровными губами, погладил крепкой рукой седую до желтизны бороду и сказал Наверное, пожалуй, так и обстояло дело Разговоры о многопартийности оставались разговорами Власть, профессор, она одна И ее матушку делить с кем-либо не гоже Слишком драгоценный дар Нельзя было ее распределить по партиям Люди, о которых вы изволили говорить, были кремень И раз схватив власть, ее бы не уронили А многопартийность, да мало ли о чем болтают на перегонах между политическими станциями Пустые разговоры для простодушных Установление того, что верхушка всех, без исключения российских буржуазных партий Была объединена в рамках некой сверхорганизации масонов Позволяет по-иному взглянуть на подоплеку событий тех лет В главном и решающем вопросе о власти Лидеры эксплуататоров попытались осуществить концентрированную волю В широком смысле эксплуататорский класс Стремился создать единую сверхпартию Она по необходимости могла пока охватывать только его верхушку Ибо раскрытие замысла объединения всех сил буржуазии В рамках одной организации неизбежно подорвало бы цели Поставленные инициаторами этого образа действий Страна бурлила, стояла на пороге революции Бесчисленные миллионы поднимались на борьбу против царского самодержавия Объявить в этих условиях, что буржуазия стоит за новую автократию Означала бы немедленно совершить политическое самоубийство Поэтому случилось так, что руководители российской буржуазии Были вынуждены с величайшей тщательностью Скрывать выковывавшееся среди них единство за спиной народа и против народа Отсюда политический плюрализм, заполнивший российскую сцену в 1917 году Верхушка буржуазии считала сложившееся положение временным, приходящим Мозговой треск кадетов приступил к объяснению этого буквально с первых дней после февральской революции Разумеется, прибегая к самой, к самой революционной в кавычках фразеологии Уже в конце марта 1917 года в брошюре «Голубо. Радикальный блок» Бросается призыв к объединению всех социалистических в кавычках партий Ибо в России словно первый день творения величайший хаос и величайшие возможности Названия брошюры достаточно, чтобы понять, о каких социалистах в ней шла речь Новоявленные социалисты, кадеты в купе с меньшевиками и эсерами Должны были единым фронтом выступить против большевиков Ибо, разъяснил автор, таких «социалистов» в кавычках Больше всего страшит диктатура пролетариата А что взамен этого лозунга, сплачивавшего вокруг большевиков трудящихся? Угнетенным русским, без различия партий и классов Как воздух необходимо было прежде всего осуществление прав человека и гражданина Битая, знакомая демагогия Бесстыдная спекуляция на революционности народа Пока говорили люди второго эшелона Подлинные хозяева помалкивали, дожидаясь своего звездного часа Началась пропаганда сглаживания разногласий между буржуазными партиями Но лидеры буржуазии не успели, не смогли справиться с народной стихией Энергия которой была направлена в русло социалистической революции Наши враги успели создать единение буржуазных верхов Но у них не хватило времени консолидировать его Ибо они не могли найти массовой опоры в революционной стране Спасение пришло в последний час Для реакционеров, что было крушением всех надежд Как заметил Черчилль, ни к одной из наций Рог не был так беспощаден, как к России Ее корабль пошел ко дну Когда гавань была уже на виду Она претерпела бурю Когда наступила гибель ее Вы слушали отрывки из книги профессора Яковлева 1 августа 1914 года Издательство «Молодая гвардия» 1974 год Сверхконспиративной организация масонства была на низших ступенях А о высших ступенях не позволялось и говорить О мозговом тресте даже высокочтимые редко и догадывались В дальнейшем мы посмотрим в эту кухню алхимиков Где склонившись не над колбами и ретортами в поисках эликсира жизни И не способа превращения всех металлов в золото Как этим занимались ученые в средневековье А над изысканием кратчайших путей К созданию наднационального Космополитического сверхправительства Склонилась когорта бункерных стратегов Международных гроссмейстеров У каждого в руке свое кадило И густое облако курения Возносится кверху И он сказал мне Видишь ли, сын человеческий Что делают старейшины дома Израилева в темноте? Иезекииль 8.11.12 Смотримся и мы в то Что измыслили почитатели сионизма Вдохновленные Кагалом Рощерком пера Ставящие на край могилы Десятки и сотни миллионов жизней Ни в чем не повинных людей Повинных пред Богом Но не повинных пред евреями Чтобы тебе поверить всему слышанному, слушатель Тебе придется выслушать много того Чего ты не слышал И проверить по указанной литературе И по жизни Если же и после этого Ты не поверишь Но будешь воскурять вместе с мужами Израилевыми В темноте В неведенье То кровь твоей погибшей души Бог взыщет С тебя самого Мрак Будет не всегда там Где он теперь Огустел Первая попытка свержения царя Предпринята была масонами-декабристами Сохранившийся перстень Рылеева Имеет масонский знак Попытка эта была явно преждевременной Гибельной Вас развратило самовластье Иметь его вас породили И в неподкупном без пристрастии Сей приговор закон скрепил Народ чуждая сверломство Поносит ваши имена И ваша память о потомство Как труб в земле хранена О жертвы мысли безрассудной Вы уповали, может быть Что станет кровью вашей скудной Что в вечный полюс растопить Едва дымясь она сверкнула На вековой громаде льдов Дима железная дохнула И не осталось из льдов Так писал Тютчев Но когда-то же надо было и начинать Осуществление планов Разрезания общества на союзы Товарищества, советы Невозможно было начать Пока у власти стоял самодержец Не считавшийся с прожектами И решениями конференций и дум Избранных от имени толпы Первоочередная задача Состояла в свержении царя И искоренении затем Всякой царской династии Задача огромная и по плечу Только такому чудовищу Как масонство Сегодня мы знаем Что в феврале 17-го года К завершающему этапу Подвели масоны Ложи Северная Звезда И Возрождение План свержения монарха И невозможность возвращения его К власти Все это достигалось Беспринципной ложью Дискредитации всех действий Николая II Развал интендантской службы Поражение на фронте Авторитет и божественность Самодерца Более не вызывали Трепета у простолюдина В Боже царя храни Храни Семяще напоминало Хорани Нимб неприкосновенности Царской особы Был сорван И все поражения на фронте Приписывались неудачливому царю Но царь-великомученик Шел по предназначению Но горе тому Кем он предается Луки 22.22 К этой странице истории Мы возвратимся вскоре Керенский, Коновалов, Некрасов и другие Были крепко связаны клятвой масонства Хранить тайну заговора И после его исполнения Они, как и все те Кто был до них и после них Думали, что идея исходила от них Здесь открываются новые траншеи тыла И тайн беззакония Временному правительству Отводилась роль свержения царя И не более В планы масонов Входило привести мир К страшному разочарованию Развалу всех нравственных ценностей К доказательству Что гои Не могут управлять Даже малой областью Не говоря уже о стране Или части света Для этого они измыслили На первых порах Разбить мир на два лагеря Привести их к равновесию сил И только после этого Вынудить оба лагеря Протянуть руки дружбы друг к другу И сесть во главе этого сверх правительства Со свержением последней Самой мощной монархии Остальные самодержцы Были оставлены ими Как атрибуты прошлого мировой истории Экзотические зоны самоуправления Начиная с 17-го года Весь мир будет сценой По словам известного драматурга Шекспира На которой мужчины и женщины Будут выполнять свои роли Которые отвели им масоны Кому непонятно Что никакого труда Не стоило задушить молодую республику советов Задыхавшуюся в голоде И в шах солдатчины Корчившуюся в муках рождения Древнегреческий путешественник Плутарх говорил Я обошел весь мир Я видел государства Которые не имеют границ Я видел города Которые не имеют укрепленных стен Я встречал нации Которые не имеют денежной системы Но нигде Не встречал такого Дикого И грубого народа Который бы не имел веры В Бога И вот 1917 год А лжи буржуазного общества Его прессы Говорят там Где своя Новая Очищенная буржуазия Которая отныне Будет везде называться От слова Комьюн Общий Коммунары Коммунисты Комсомольцы Примерно с 1970-х годов Мозговой центр Дал указание Начинать Чуть-чуть Приоткрывать Завесу действий Масонов В зарубежных странах Где у власти Класс капитала В капиталистических Странах Но нигде Ни одного слова Не было опубликовано О действиях Масонов В социалистических Странах До второй половины 1979 года Когда будет опубликована Вторая часть Этой разорванной Завесы Масонского храма Когда рассеян Будет туман Тогда будет начато Сшивание этих полотнищ Завесы воедино И будет показано Что и там И здесь И всюду Действовала Одна и та же Рука Гроссмейстеров После Первой мировой войны Была только одна война Которую вели Евреи На серьезной ноте Это война С арабами Война на выживание Война на полное Истребление По методу Иисуса Новина Все остальные войны В том числе Вторая мировая война Были запрограммированы Отрепетированы В бункерной Концелярии Просветленных Кто из слушателей Мог бы ответить Хотя бы пять лет тому назад На такой простой вопрос Почему Гитлер Уничтожал евреев Ведь были немецкие коммунисты И русские пленные Которые совершили По нескольку побегов Из лагерей смерти Гитлера И остались живыми А еврей Торговавший булавками И гардеробом Хватался нацистами И без суда Брошался в печи Где логика Половина еврейского Населения Ничем не досадив Фашистам Погибли от рук Палачей Почему Конечно Здесь видно Предопределение Которому они Сами себя Подтолкнули В день смерти Сына человеческого Кровь его На нас И на детях Наших И эта кровь Требовала возмездия Но это не ставилось В вину евреям В руках гитлеровцев Были документы Протоколы Сионских мудрецов По которым Значилось Что евреи Также стремятся К мировому владычеству Но каждого Иудея Можно было Вывести на помост И сказать Все Человек Настолько они были Жалки И унижены Что в них Видеть претендентов На роль Властителей В то время Когда победоносный Немец Подходил К Москве Кого не Рассмешила бы Эта мысль С таким же успехом Могли бы тогда Претендовать И поляки И цыгане И цыгане Нации Должен был Быть уничтожен Чтобы очистить Нацию евреев От этой Гнилой Крови Готовилось Образование Израильского Государства И до начала Гонения на евреев Было дано указание Содействовать Отправке Молодых евреев И евреев Способных Воевать И рожать Детей Солдат Для Израиля Свет Еврейской Модели Был При содействии СС Отправлен В Израиль Кто дал Указание Гитлеру Вызвались Молодежь Евреев Ныне Это Известно И сказано Было Выше В статье Под заголовком Гитлер Основатель Израиля Здесь Мы желаем Показать Какие События Были сделаны В мире Как Камуфляж И какие Произведены Со всей Серьезностью Этот метод Возвращения К старому Уже сказанному Выбран Нами Не случайно Таким Образом Легче Всего Указать На то Как Замыслы Масонов Притворялись В жизнь Возведя Ленина На Олимп Власти Они Дали Указание Ему Истребить Царя Николая Второго 14-летнего Цесаревича Алексея Единственного Наследника По мужской Линии И Четырех Дочерей Царя Ольгу Татьяну Марию Анастасию В ночь 16-го На 17-е Июля 1918 Года После Надругательств Екатеринбурге Ныне Свердлов По личному Указанию Ленина Был Расстрелян Последний Царь Династии Романовых Вместе С царицей Царевичем Четырьмя Дочерьми Личным Лечащим Врачом Служанкой Демидовых И Собакой Царя Уничтожение Царских Отпрысков Было делом Обычным В древности Но девиц Не познавших Мужа Даже самые Известные Тираны Никогда Не трогали Такой Акт Неоправданной Жестокости Бессмысленного Лишения Жизни История Еще не знала На фоне Такой Жестокости Непонятным Выглядит Проявление Милосердия Ленина К лидерам Политических Партий В большинстве Масонов Которые Беспрепятственно А порой При личном Содействии Ленина Выехали За границу Например Мартову Ленин Сам Лично Заказал И тайно Передал Билет На поезд Партий Партий Мы пойдем Другим Путем Говорит Молодой Революционер Вот Это Другой Путь Он Видел Что Царь Слишком Гуманно Поступает К своим Противникам Дает Время Писать Свои Труды Шушенском Жениться Охотиться На уток Нет Мы пойдем Другим Путем С корнем Под корень Никакого Прощения Никакого Снисхождения Никому Никогда Да Такую Личность И сразу Смогли Подобрать Масоны Нужен Был Такой Человек Который Был Был Обозлен На Царя Смертельно А Саша Был Любимый Брат Володя Умеющий Войти В доверие Ко Всем Слоям Общества Практика Жизни Заграницей Дала Это В избытке Верил Ли Владимир Ульянов То Что Будет Построено Справедливое Общество Без Бога Без Церкви В это Конечно Он Верить Не Мог Слишком Умен Был Он История Говорит Что Такого Дикого И Грубого Народа Еще Никогда 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 Было Но В частных Лицах Наблюдалось Что Когда Падала Религиозность Падала И Нравственность Но Если В масштабах Целой Державы Произвести Возвести В ранг Политики Насаждения Безбожия То Что Будет Он Этого Не Мог Знать До Конца Первые Опыты Первое Плевело Безбожие Ужаснули Его Больного Изнуренного Жена Его Стратег По Женской Линии Видела Как Падает Дисциплина На Предприятиях Как Разваливаются Семьи И Говорила Ему Об Это Ли Положение Невозможности Повлиять На Все Убыстряющуюся Разруху И Деморализацию Общества Или Призраки Убиенных Им По Его Приказу Но Только Все Чаще Стало Изменять Ему Память Отказывал Язык Наступал Паралит Мозга Отнятие Возможности Покаяться Что Теперь Пишут В своих Воспоминаниях О нем Это По Образному Выражению Мариэтты Шагинян Книги Семья Ульяновых 1963 Год Страница 208 Весной Нынешнего Года Нам с Братом Пишет Мария Ильична О Дмитрии Ильиче Ульянове Несколько Недель Пришлось Сидеть За Чтением Двух Огромных Папок С воспоминаниями Собранными Каким-то Сотрудником Профиздата Объехавшим Приволжские Города И Опратившим Много Лиц Что Это Был За Ужас Боюсь Точно Указать Процент Выкинутого И зачеркнутого Нами Но Вероятно Не ошибусь Определив Его В 80-90 Процентов Припомните Сталина, портрет которого не висел разве только в туалете. Где слава его? Славы моей не дам никому, говорит Господь Бог. И чем дольше словословие, тем ужаснее разочарование. Что случилось с Лениным после расстрела им царской семьи? После того, как он стал во главе самого дикого и грубого народа? Считаем воспоминания личного, в некотором смысле, лечащего врача Ленина Михаила Иосифовича Авербаха. 1872-1944 годы. Журнал «Наука и жизнь» номер 7 за 1969 год. 1 апреля 1922 года. Начальный период заболевания. Жаловался на головные боли, плохой сон и быструю утомляемость. Пятое посещение. 20 января 1924 года. Эта речь была напечатана только в газетах 1924 года и с тех пор не публиковалась. Охваченный недугом, который, увы, сильнее всякой идеи, сильнее всякой логики вещей, должен оторваться от мировой идеи, чтобы дать место мысли о своем физическом существовании. 20 января 1924 года. «Как мне все это надоело! Как я устал от этих пьяниц, которых я научил не верить в Бога! Какие все вы мелкодушные и растленные! Я не Бог! И даже мертвого меня заставляют мучить этих часовых, и вас слоняться, и смотреть на мои полуисклевшие мощи, из которых выброшены и мозг, обольщавший вас, и внутренности, переваривавшие голодный паек! Врача будущего академика Авербаха понуждали искать окошечко, через которое до известной степени можно заглянуть в мозг, через глазное дно. Думаю, что это даст какой-нибудь ключ для объяснения мозгового процесса, бывшего в начале у Владимира Ильича, еще совершенно таинственным. Пояснение. Зная тайну беззакония в предпоследних ступенях, пролив море крови, оставив после себя беспощадных дзержинских, джугашвили, он не вынес веса, взваленного на него. Поистине он достоин тех слез, рыданий, которыми сопровождала его вся страна бедняков. Считаем. В это время он занимал скромную квартиру в бывшем здании судебных установлений. Здесь не требуется и пояснение, что уже преддверие суда вечности для того, кто выносил приговор царю и миллионам тех, кто не примет его бредовой идеи установления царства на земле без Бога. Недаром ближайшие друзья из подвижники Владимира Ильича, пишет врач Авербах, смотрели на него чуть ли не как на прозорлиста, но об уме Ленина мало было бы сказать, что он был велик. В складе его ума, как и в выражении глаз, улавливалось еще нечто другое, что, пожалуй, я назвал бы лукавством, хитростью. В разговоре вы чувствовали, что этот человек хочет и, в конце концов, вероятно, заставит вас высказаться, но сам не скажет ни одного лишнего слова. С несколько резкой манерой говорить, с очень легкой, приятной картавостью. Схватив меня за руку, Владимир Ильич с большим волнением вдруг сказал, говорят, вы хороший человек, скажите же правду, ведь это паралич и пройдет дальше. Поймите, для чего и кому я нужен с параличом. Чувствуя начало своего конца, ясно уже ощущал с невыносимой болью невозможность видеть дальнейший рост своего великого дела, выстраданного всей своей жизнью. Давайте вникнем в трагедию этого человека, глубоко верующего в силы народа, получившего прекрасное воспитание, деликатного, интеллигентного во всех отношениях, глубоко образованного, неразвращенного пьянством и табаком. Для сравнения возьмем апостола Павла, стоящего у истоков великого дела обращения мира ко Христу. И едва начато было дело евангелизации, как начались раздоры схизма. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин. Знай же, по отшествии моем войдут лютые волки, не сидящие стадо, и из вас самих восстанут, говорящие превратно, дабы увлечь за собою. Наступят времена тяжкие. Что испытывал апостол язычников пророческим оком, окидывая будущее планеты Земля? Какой болью и страданием за овец, покидаемых им, наполнялось его старческое сердце? И наряду с этим тайна беззакония, вся суть коей заключалась в неиспровержении всего того, что строил Павел, и провозглашение Богом, востевшего в храме. Теперь Павел, как на крыльях, облетает вселенную, чтобы успеть везде, где враг сеет с разделения. Но после его отшествия кто будет достоин вести народ? Кто осветит скрытое во мраке? Кто предупредит о грозящей опасности? Для вас нужнее, чтобы я остался еще на земле, и если бы можно, то и не умирал бы вовсе. Но Павел знал, в кого он уверовал, поручив все дело тому, кто верил ему полки добровольцев. Он знал, что сам пастырь восстановит новых делателей на жатву. Но что думают такие земные вожди, которые со всей серьезностью думают, что они дают свободу, равенство, братство? И вот дело, начатое Лениным, говорил Сталин в начале войны, гибнет безвозвратно. Равных себе он не видел, и доверить некому. Что будет дальше? Дальше. Все его именем, как инквизиторы именем Христа, будут душить друг друга. Сталин, Берия, Хрущев, Брежнев и Ижи с ними. Исследование вынутого мозга показало, что несмотря на огромную область поражения, вся зрительная сфера, центры и пути, так же, как и двигательные пути глаза, были невредимы. К чему привела Россия свой народ, прекрасно показал патриарх Тихон в послании к правительству. Измученному народу, изнуренному, вместо тяжкой, кровопролитной войны, вы обещали дать мир без акций и контрибуции. От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унизительные условия которого даже вы сами не решились обнародовать полностью. Вместо акций и контрибуций великая наша Родина сама завоевана, умолена, расчленена в уплату наложенной на нее дани. Вы тайно вывозите в Германию невами накопленное золото. Вы отняли у воинов все, за что они прежде доблестно стражались. Вы научили их еще недавно храбрых и непобедимых, оставив защиту Родины, бежать с поля брани, эмигрировать. Вы угостили в сердцах воодушевляющее их сознание, что больше всей любви никто не имать, кто душу свою положит за други своя. Отечество вы подменили бездушным интернационалам, хотя сами отлично знаете, что когда дело касается защиты Отечества, пролетарии всех стран являются мирными его сынами, а не предателями. Отказавшись защищать Родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете войска. Против кого вы их набираете и ведете? Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь к Христову вы открыто заменили ненавистью и вместо мира искусственно разожгли классовую вражду и не предвидится конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян доставить торжество призраку мировой революции. Не России был нужен заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. Никто не чувствует себя в безопасности. Все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотни беззащитных, гноят целыми месяцами по тюрьмам, казнят смертью, часто без всякого следствия и суда. Даже без упрощения вами веденного суда казнят не не только тех, которые пред вами в чем-либо провинились, но и тех, кто пред вами заведомо ни в чем не виновны, а взяты лишь в качестве заложников. Этих несчастных убивают в отместку за преступления, совершенные лицами, не только им не единомысленными, а часто вашими же сторонниками или ближними вам по убеждениям. Казнят епископов, священников, монахов, монахинь, ни в чем не повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой, неопределенной контрреволюционности. Бесчеловечные казни отягчаются для православных лишением их последнего предсмертного утешения, напутствие святыми тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения. Не есть ли все это верх бесцельного по жестокости со стороны тех, которые выдают себя благодетелями человечества? И ведь вы сами когда-то много претерпели от жестоких властей, но вам мало того, что вы обогрили руки кровью русского народа, его братской кровью, прикрываясь различными названиями, контрибуцией, реквизицией, национализацией, вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему научению разграблены и отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем буржуев грабили людей состоятельных, потом под именем кулаков стали уже грабить более зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая таким образом нищих. Хотя вы не можете не сознавать, что в разорении великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется самая страна. Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и беззаконной наживы, вы отуманили его совесть и заглушили в нем сознание греха. Но какими бы названиями не прикрывались злодеяния, убийства, насилия и грабеж всегда останутся тяжкими, вопиющими к небу об отмщении за грехи и преступления. Вы обещали свободу, великое благо свобода, если она правильно понимается, как свобода от зла, не стесняющая других, не переходящая в произвол и своеволие. Вот такой-то свободы вы и не дали. Во всяческом потворстве, неизменным страстям толпы, безнаказанностью убийств и грабежей заключается дарованная вами свобода. Все проявления, как и истинно гражданские, так и высшие духовные свободы человека подавлены вами беспощадно. Это ли свобода, когда без особого разрешения не может человек провести себе пропитание, нанять квартиру, переехать из города в город? Это ли свобода, когда население целых домов выселяют, имущество выкидывается на улицу, когда граждане искусственно разделены на разряды, из которых некоторые отданы на голос, на разграбление? Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто своего мнения без опасения подпасть под обвинения контрреволюционности? Где свобода слова и печати? Где свобода церковной проповеди? Уже засплатили своей кровью, кровью мученичества многие смелые церковные проповедники? Голос общественно-государственного обсуждения и обличения заглушен. Печать, кроме узкобольшевистской, задушена совершенно. Особенно больно и жестоко нарушения свободы в делах веры. Не проходит дня, чтобы в органах нашей печати не помещали самые чудовищные клеветы на церковь Христову, ее служителей, злобное богохульство. Вы глумитесь над служителями алтаря, заставляя епископов рыть окопы. Епископ отобольского гермогена посылает священников на грязные работы. Вы наложили свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю. Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей без всякого к тому повода и причины. Вы заградили доступ в московский Кремль, это священное достояние всего верующего народа. Вы разрушаете исконную форму церковной общины, приход, уничтожаете братства и другие церковно-благотворительные и просветительные учреждения, разгоняете церковные и партиальные собрания, вмешиваетесь во внутреннее управление православной церкви, выбрасывая из школ священные изображения, запрещаете учить в школах вере, вы лишаете их необходимой для правильного воспитания духовной пищи. И что еще скажу, не достает мне времени, чтобы изобразить все те беды, какие постигли родину нашу. Не буду говорить о распаде некогда великой могучей России, о полном расстройстве путей сообщения, о небывалой продовольственной разрухе, о голоде, о холоде, которые грозят смертью в городах, об отсутствии нужного для хозяйства в деревнях. Все это у вас на глазах. Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной. А мрачив в ней образ Божий и напечатлев в ней образ зверя, сбываются слова пророка. Многие бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Мы знаем, что наше обличение вызовут в вас только злобу и негодование, и что вы будете искать в них лишь повода к обвинению нас в противлении власти. Но чем выше будет подниматься столб злобы вашей, тем вернейшим будет это свидетельством справедливости наших обличений. Не наше дело судить о земной власти. Всякая власть от Бога допущена и привлекла бы на себя наше благословение, если бы она воистину явилась Божьим слугой на благо подчиненным и была страшна не для добрых дел, а для злых. Ныне же употребляющим власть на преследование ближних и истребление невинных простираем мы наше слово увещание. Отпразднуйте годовщину своего пребывания у власти освобождением заключенных, прекращением кровопролитий, насилия, разорения, стеснения веры. Обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности. Дайте народу желанный и заслуженный ими отдых от междоусобной брани, а иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая, и от меча погибнете сами вы, взявшие меч. Тихон, патриарх московский и всея Руси, 1918 год, Москва. Рождуйте народы, но трепестите и внимайте все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепестите. Вооружайтесь, но трепестите. Время замышляют неганно смысл, но они рука вся. Эти плоды масонского цепного пса атеизма будут потом насаждаться в Китае. Только там будет уже не Великая Октябрьская революция, но Культурная революция. Затем будет Кампучия, где революцию назовут Образцовой. А все это идет из одного русла, из лозунга, брошенного масонами через Маркса и Энгельса в коммунистическом манифесте. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. Призрак смерти, лагерей, психотюрем, тайных убийств. Но до этого еще далеко. Пока еще идет первый этап. И на смертном одре лежит тот, кому масоны верили в начало практического применения разделения мира на два лагеря. И вот он, бедный и переполненный тайнами, лежит после большого тяжелого приступа, отнявшего у Владимира Ильича ногу, руку и речь, но не сознание. Он лежал в постели, окруженный съехавшимися со всей Европы знаменитостями. Положение было поистине трагическое. Дорогой слушатель, не хочется ли тебе хотя бы чуть-чуть ощутить те танталовые муки этого простого смертного человека, взявшегося осуществить первый практический шаг в воплощении всемирной распри. Народ на народ, отец на сына, все друг на друга. Были люди более великие, такие как Плеханов, Савенков, Керенский, но жребий масонов пал на него. И здесь мы видим милость Божию к нему, которого не назовут Богом, но которому будут воздавать божеские почести. И ему, его идеям приписывать все победы, успехи, радости. Это предсвеча в предпоследних ступенях главного антихриста. Паралит, как правило, повреждает ум, а здесь наоборот. Человек, который своим словом приводил в состояние к сазам массы и убеждал закаленных в дискуссиях борцов и вождей. Человек, на слово которого уже так или иначе реагировал весь мир. Этот человек не мог выразить самой простой мысли, но в состоянии был все понять. Это ужасно. На лице его было написано страдание и какой-то стыд. При той впечатлительности и раздражительности, которые должны были являться при продолжительной нервной болезни, лишающей самостоятельности, чтобы в конце концов наступило что-то вроде неприязни по отношению к лечащим врачам. Владимиру Ильичу, как политической фигуре, может быть разное отношение. Все это цитируем по книге. Но все, кто с ним соприкасался лише, независимо от своих политических убеждений, признают нам человека огромного ума, колоссальной энергии и величайшей душевной красоты. Это воспоминания академика Авербаха. И вот такого человека избрали жертвой, взвалили на него все, что было выверено и проиграно на бумаге. Началось то, про что теперь говорят все после выстрела Авроры. Совершилось. Дорогие друзья, эти слова сказал Христос на кресте. Совершилось. Верующие знают, что совершилось спасение человечества от мук угрызений совести. Рождался новый порядок. Отныне человек смог через Христа восходить на небо, получив рождение свыше. Но что совершилось здесь? Приведем небольшой, забавный на первый взгляд рассказ «Новогодний сон». В. Морозова из журнала «Мысль» за 1915 год. Страница 18-22. Верующий старец Северьяныч ведет молодого юноши, чтобы показать ему то, что открыл старцу Бог. Ночь. Они идут по Москве. Вышли в поле. Уже начинал воспитать. Вдруг Северьяныч остановился и, схватив меня, повернул назад и сказал. «Зри!» Я так и обмер. Прямо под ногами изъяла пропасть, дна которой не видно было из-за расславшегося там внизу тумана. А может быть, его вовсе и не было? На-то. «А теперь вот, зри еще!» Сказал он, повернув меня в противоположную сторону вперед. В зимних пейзажах не бывало, а вместо него все в поля и деревья. Поле зеленело молодой яркой зеленью, какая только бывает в начале мая. «Где мы?» Спросил я, сильно удивленный. «В антихристовом царстве!» Отвечал он просто и спокойно. А вот и слуги его. Прямо на нас летели какие-то две большие птицы. Ближе, ближе. И наконец-то они оказались вовсе не птицами, а людьми с крыльями за спинами. Когда близко подлетели к нам и встали на ноги, они схватили этих христиан и повели к самому. Схватили их за шиворот и потащили. В молчании пройдя весь путь, мы стутыли в предместе какого-то города. «Что это за город?» – спросил я. «Москва», – ответил слуга антихриста. «И вдруг сильный взрыв потряс в воздух, и масса камней полетела в одном месте города, в небо. И слез за этим, сперва тихо, а потом все громче и громче. Раскатиться раздалось. А-а-а-а! А-а-а! Ура! Подбросили вверх пуражки, подхватили наши провожатые. «Что случилось?» – спросил я тревожно одного провожатого. После того, как он, наоравшись в золото, замолчал. «Пустое! Ничего особенного!» – сказал он успокоительно. «Наши это орут!» «Поверно, какой-нибудь церковь или монастырь взрывает. Сам дал приказ, чтобы нигде от них камни на камне не оставалось. Ушокин не любит самок. По мере того, как мы подбегали вперед, встречались местами пустыри с развороченной землей, с торчащими камнями из нее, а местами в нос возведенные здания какой-то новой, невиданной мною раньше архитектуры, о разрушенных храмах, которых в Москве осталось только 7,6% от того, что было до революции. И только во время гонения от Хрущева было разрушено около 10 тысяч верфей. И Соловин об этом хорошо описал Владимир Салаусин в книге «Слово живое и мертвое» в записках из Русского музея. Сколько погибло самых ценных сооружений в России, когда по указанию местных властей... А также и по указанию из Москвы закрывались храмы, изгонялись священники, закрывались монастыри. Ромаи, как и все, не бывало, ходили, как и всегда, зато автомобили исчезли, как будто свой землю провалили. По улицам толпами ходили люди, радостные, смеющиеся. День им революционных песен, которые вместо обычных поклонов и рукопожателей приветствовали друг друга тем, что черный себе лоб у правую руку, после чего моментально на этих местах у них явственно обозначалась антихристовая печать, которая потом сама собой мало-помалу бледнела и исчезала. На одной площади две мощи. В разных местах города не переставали все время раздаваются взрывы и крики «Ура!». На третьем номере партии накладывали кандалы черналистов, монахов, священников и деконов. В гостящей церкви старобрядцев все вместе. Идем не пришли на память слова Северьяновича, которые он раньше любил часто повторять. В последнее время все веры в одну совокупятся. Вот уже и сбылись эти слова. Черналистникова окружала бегущая за ними свора, мальчишек и женщин, работниц, которые разнили их, дергали за бороды и плевали в лицо. Куда их ведут, спротивля? Куда? Интересно, налейте лицо? Куда же бойцы? Да и поделом, очень навредный для нашего брата народ. Народ прямо бески. Сказал он и плюнул в лицо одному монаху, который как раз поровнялся с нами в этот момент. Миленький! Продальцы Христовых! Бросился вдруг на колени Северьянович, простирая к толпе чернорисов руки. Благословите кто-нибудь из вас, нас грешны, чтобы Христос, Батюшка, укрепил и нас пострадать за него, так же, как Он укрепил вас. Художественное панно. Какой-то становный эромонах выступил из толпы чернорисов и левой рукой, поддерживая кандалы, правой благословил сперва Северьяновича, а потом меня. Потом он смешался опять с толпой, а мы стали дальше продолжать свой путь. Когда же конец, хоть без смерти поскорее пришла, мысленно размолился, я в отчаянии устал и измученный. Ну, скоро и конец. Вон и дворец, где сам живет. Как бы отвечая на мои мысли, сказал провожатый. На самом деле, вдали и ленили между деревьями парка крыша дворца. Когда мы вошли в парк, через мост построены чудные, никогда не виданные мы раньше архитектуры ворота. Впрочем, не одни мы, но и видел, как вели арестованы, подобно нам и других людей, так же рабочие, с крыльями за спинами, как наши провожатые, то, дойдя до портала дворца, через растворенные настижь двери, прямо вошли в громадный, полный народа зал. Через растворенные настижь двери, со многими ведущими к нам устранных сторон, с тупеньями, находилось там воздушение посредине. На этом воздушении стоял трон. А по правой сторону трона стол, покрытый зеленым шукном. Между столом и троном какой-то юркий господин, которому уже было дать и 30 лет, и 40. Типичный еврей. Рвут монастырей по всему Союзу. Этот еврей, с первого взгляда, сам шепнул мне на ухо провожатый, сам. Он же стекулировал, размахивая стемпелем в правой руке, говорил, речь к народу. И как истинные евреи, не кисты выговаривали букву «С». Народы, я проповедую свободу, гаренство, братство. Я гарантирую полное уравнение всех сословий. Гарантирую обеспеченную, сытую жизнь, еврофное помещение, в котором масса воздуху для всех неимущих обездоленных классов. В замену этого я вас прошу принять мою печать, начертание на лоб и на правую руку. А слушникам грозят пытки и бессмертная казнь. Как врагам народа. Прошу, господа, прошу, подходите. Что такое советская власть? В чем запускается душа этой новой власти, которой не хотят или не могут понять в чем большинство стран. Душа, Серег, привлекающие к тебе работе каждой страны все больше и больше за сейсом, за прежде государством управлялись, так или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляются государством. При том, в 12-м декабре, все начали становиться вперед и двигались к трону, где этот юркий человек клянил каждого своей печатью в лоб и правую руку. Большинство принимало сатанинский знак, особенно простой, изголодавшийся, терный народ. Крестьяне, рабочие. Впрочем, попадались люди из другого лагеря, и представители интеллигентного труда. Например, доктора, актеры, профессора, адвокаты. Только трудяйте в этом месте, не включая эксплуататоров, заставляют массовые агентства, советы, и рекомендуют в театре. И очень немногие находились из них такие, которые осмеливались ослушаться. Мы с Северьянычем тоже подвигались, он впереди, а я позади него. Перед нами какой-то почтенный, убеленный, сединами человек, вместо того, чтобы смиренно подставить свой лоб антихристу, заплакал и оградил себя крестным знамением, после чего его точно же взяли под руки и увели. И когда мы с Северьянычем подошли к трону, чтобы они спешно и листово оградили себя крестным знамением, и вот нас взяли под руки, как и того человека, повели другой выход и привели в какое-то помещение, где и стали заковывать скандалы. После этого всю нашу партию вели так же по улицам, как раньше до этого я видел, вели фернарисов. Народ за все время пути следования нашего глумился и издевался над нами. Нас искипали и привали нам в лицо. В комнате были дыбы. Молоки мои приказали мне раздеться, закрутили мои руки и ноги в эти дыбы и вздернули. Меня мучили, суставы мои трещали. И уже начинал впадать от беспамятства, как сквозь сон доносилось ко мне из соседнего помещения пения. Там кто-то из эскизуемых пел. Яко исчезает жизнь, и исчезло. Дерзайте оба, дерзайте люди и божие. Лозунг древних диктаторов «Дивиды от импера разделяй и властвуй» был взят на вооружение масонами. Отныне классовая борьба будет до последнего царя, когда он подведет киток этой борьбе, покажет всю абсурдность этой борьбы и к чему она привела. Еще до отъезда за границу Ульянов-дворянин часто повторял «Где силы, способные взорвать существующий строй?» С этими силами он познакомится в Париже, в оккультных кружках. Там он будет ожидать деньги, награбленные под руководством КАМО в Тифлифе по плану и указанию Ленина. Читаем из книги Владимира Понизовского «Дай руку, товарищ». Задание Ленина успешно выполнено. 13 июня 1907 года в 11 часов утра в Тифлифе на Иреванской площади транспорт казначейства в 350 тысяч был осыпан семью бомбами и обстрелян с углов из револьверов. Похищенные деньги за исключением мешка с 9 тысячами изъятых из обращения пока не разысканы. Обыски, аресты производятся все возможные аресты приняты. Полковник Бабушкин на победу в 1919 году «Ура!» «Дай руку, ура!» «Осследование вас будет за мир во всем мире! Ура!» «Ура!» 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 В 1919 году в записке в Реввоенсовет Республики Владимир Ильич исчерпывающе охарактеризовал Камо как товарища, которого он знает досконально, как человека совершенно исключительной преданности, отваги и энергии насчет взрывов и смелых налетов особенно. 13 июня 1907 года Камо с группой верных товарищей по заданию партии совершил среди бела дня в самом центре Тифлиса столицы наместника императора на Кавказе невероятная по дерзости и отваге нападения на транспорт казначейства. Следовавший из почтовой конторы в отделение банка под усиленной охраной наряда казаков и стрелков человек со шляпной коробкой в которой пачка к пачке были уложены кредитные билеты на общую сумму в четверть миллиона ехал в Куакалу на встречу с Лениным. Тогдашние газеты скорбя об убитых казаках срочной службы говорили сколько пенсионеров и коллег не получили деньги. Если сегодня такое же грабительство совершают красные бригады левые и леватские элементы то печать союза лицемерно говорит что осуждающий смотрит на все эти экспроприации буржуазных денег да полно посмотрите на себя в зеркало кто научил всех бандитов прикрываясь благородной целью устраивать грабежи и захват заложников с целью выкупов ФРГ Италии Америки и по всему свету ей это семена дали обильные плоды дело со 100 тысячами при обмене 500 рублевых купюр провалилось Ленину и Крупской пришлось целый день ходить из кафе в кафе в Берлине только что приехав из Сокгольма так как на квартирах русских эмигрантов шли обыски в гостиницу где мы остановились мы пришли вечером больные у обоих шла белая пена изо рта где-то отравились рыбой вспоминает Крупская пришлось ночью вызвать доктора Владимир Лич был прописан финским поваром а я американской гражданкой и потому прислуживающий позвал к нам американского доктора тот почуяв что тут что-то неладное слупил с нас бешеную цену за визит провалялись мы пару дней и полубольные потащились в Женеву куда приехали 7 января 1908 года выдал их отцов в кавычках Житомирский член партии с многолетним стажем пользующийся полным доверием товарищей революционеров на самом же деле давний секретный сотрудник царской охранки он же ростовцев Данде Москвич Обухов Андре И вот тут-то на помощь Ленину приходят масоны мистики и практики адвокаты Ленин стал принимать самые энергичные меры чтобы добиться быстрейшего освобождения Карпинского и Симашко Владимир Лич развил необычайную энергию еще бы ему ведь везли деньги и вдруг попались пригласил одного из виднейших адвокатов швейцарских кандидатура которого тогда выставлялась на пост президента республики писал об этом Симашко Николай Александрович нужно прочитать самому слушателю раздел удар в спину чтобы увидеть накал подлых страстей и как самый разгар битвы за вызволение грабителей из тюрем Франции и борьбы за то чтобы не передавать их царскому правительству на арене показывается незримая да то ли щупаль самосонства чужому ли они помогали и понятно дальнейшая ненависть дворянина Ульянова к царю и всему его семейству удивительно что на все попытки Ленина истребить всю династию Романовых остались братья царя в живых и их прямые наследники но в семье Ульяновых несмотря на большую семью пресей во всей Поднебесной нет ни одной веточки генеалогического дерева ни одного листика все исчезли почему не перст ли это Божий особенно в книге Жанна Фривиля Ленин в Париже Москва 1969 год издательство прогресс видно как он страдал и не знал чем же закончится та трагедия на которую обрекают масоны Россию и сколько случаев давал ему Бог раскаяться одуматься остановиться на путях своих погибели но жребий был брошен великий страдалец фанатично преданный делу революционных перемен изысканий выехал в Россию ставший теперь навсегда для него зрелищем неописуемых страданий великого народа которому предстояло вынести на своих плечах все эксперименты страдегов ионских кровей сегодня спрашивают те кто узрел тайну беззакония знал ли Ленин что он был лишь игрушкой в руках тех кто вложил в руки его программу переустройства России и подготовку плана к мировой революции его труды жизнь кончина говорят о том что не знал